Маткульт, привет всем! Продолжаем обживать нашу студию с помощью оператора Григория, которому огромное спасибо. Итак, у меня в руках тетрадь ученицы пятого Т-класса, Савватеевой Светланы. Пятый Т – это один из трех математических классов, набранных в 444-й школе в этом году. Ну, все три класса курирует Леонид Попов, но, к сожалению, теперь он курирует их из-за рубежа. Впрочем, он продолжает составлять листочки. Разница лишь в том, что раньше листочки с заданиями приходили в вот таком вот бумажном виде, а теперь они приходят в виде электронных файлов. Но их мы будем, тем не менее, время от времени разбирать. Когда они будут электронные, наверное, будем распечатывать и разбирать. В общем, мы составляем каталог первого, может быть, в истории такого вот полномасштабного эксперимента на 7 лет сплошной математики. До этого у меня Миша был набран в 7-й класс, и Сергей Александрович Дориченко тоже, он говорил, ну, как, на 5 лет же невозможно вот так взять и 5 лет, 5 лет математикой заниматься. Оказалось, что возможно. Ну, вот Леонид Андреевич пошел дальше и набрал на 7 лет. Ну что же, давайте я зачитаю условия первых нескольких листочек. Листочков, надеюсь, что здесь нет пробелов. Значит так, первый листочек назывался подсчет числа способов. То есть мы будем учиться вместе со Светой Саватеевой время от времени. Так, подсчет числа способов решаем на уроке. Ну, здесь такая стандартная комбинаторика идет, да. Сколькими способами можно добраться из города А в город Б на каждой из следующих картинок. Предполагается, что двигаться по дорогам можно только сверху вниз. Ну и дальше там начиная с очевидной просто картины, где нарисованы три способа. Ну и кончая дальше правилом произведения, которое детям хотят объяснить. Там всякие заковырками задачи есть. Сколько существует способов разрезать вот такую лесенку высотой 6 клеток на 5 прямоугольников и 1 квадрат. Можете, кстати, сами порешать. Очень красивая задача, да. Лесенка вот такая. 3, 4, 5, 6. Ну, это все понятно. Клетки, доски. Вот. И сколькими способами можно разрезать на 5 прямоугольников и 1 квадрат. Решайте. Вот. Ну, я даже не буду разбирать. Так, подсчет числа способов. Решаем дома. Да. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску черную и белую ладьи? Пункт А. Пункт Б. Две черные ладьи. Так, чтобы они не били друг друга, значит, в обоих пунктах. Да. Дальше, значит, продолжение вот этой комбинаторики. Продолжение комбинаторики. Некоторые задачи уже интересные, достойные даже разбора, да. Например, сколькими способами можно поставить 8 ладей на шахматную доску, так, чтобы они не били друг друга. Это, безусловно, классическая задача, но она стоит того, чтобы я ее просто разобрал. Потому что она приводит не только к математическому понятию факториала числа, она еще приводит к определителям восьмого порядка, к некоторым вещам, связанным с ними. Значит, давайте нарисуем эту шахматную доску. Вот. Сколькими способами можно расставить ладей, чтобы они не били друг друга? Ладей неразличимы. 8 неразличимых ладей, чтобы они не били друг друга. Ну что тут можно сказать? Давайте себе представим, да. Ну думайте пока, если хотите, поставьте на паузу даже. Думайте. Значит, что здесь характерно можно сказать? Тут можно сказать, что при любой такой перестановке, раз они не бьют друг друга, значит ни в какой горизонтали нет двух ладей. Но так как горизонтали 8, то, соответственно, по принципу Дерехле оказывается, что в каждой, в каждой горизонтали стоит ровно одна ладья. Но понятно, что ровно то же самое можно сказать и про вертикали, да? То есть в каждой вертикали тоже должна быть ровно одна ладья. Так, где у меня тут не хватает? Еще здесь. Здесь, допустим, и здесь. Но вот я воспроизвел на свет некоторый способ. Но если мы это понимаем, да, вот сразу же кто учится на первом курсе, Мишка, например, может сразу увидеть здесь один из членов определителя. Да, когда мы считаем определители, мы суммируем произведение соответствующих коэффициентов стоящих матрицы на знак плюс или минус в зависимости от четности чего? Перестановки. А что за перестановка? А перестановка такая. Мы строим, что вот в первой строке где-то должна стоять ладья. Где она стоит? Ну, в данном случае на третьем месте она стоит, да? А во второй строке где стоит ладья? О, она у нас стоит на шестом месте. Так, а в третьей строке где? Третий на пятом получилось, так. В четвертой на первом, в пятой на втором, в шестой на четвертом, в седьмой на восьмом и в восьмом на седьмой. То есть, наоборот, восьмой на седьмом месте. Вот, вот эта перестановка соответствует такому расположению ладьей. Ну, и ясно, что любая другая перестановка соответствует какому-то другому расположению ладей. И наоборот, иными словами, между всеми способами разместить 8 ладей и всеми перестановками на 8 символах существует очевидное взаимно однозначное соответствие. Ну а перестановки мы считать умеем. Один может переходить в любую цифру. Это 8 вариантов. Ну или то же самое я могу сказать, что в первой строке ладья, которая там обязательно стоит, стоит на любом из 8 мест. Здесь никаких ограничений нет. Но если я уже зафиксировал ладью на каком-то из мест, то во второй строке это место уже будет занято. И останется 7 вариантов для выбора ладьи во второй строке. Ну или иными словами, для двойки остается уже только 7 вариантов, куда она может перейти. Ну и по правилу произведения, которому мы их обучили раньше, получается, что нужно 8 умножить на 7. То есть для любого выбора здесь остается 7 вариантов выбора здесь. Тем самым 8 умножить на 7, 56 вариантов выбора двух первых ладей. Ну и дальше все понятно. Дальше мы перечисляем подряд все. Вот, 4х3х2х1. То есть то, что мы называем 8 факториал. Вот. Так что эта задача таким образом решена. Заметим, что если ладьи перенумерованы, то тогда ответ будет 8 факториал в квадрате. И, пожалуйста, сами поймите, почему. А мы теперь перейдем к более интересным задачам. Ну то есть комбинаторный подсчет вариантов это то, что решат все. Это никаких проблем у школьников сколько-нибудь ненулевого уровня не будет. А вот у них листочек. Называется первый разнобой. И этот первый разнобой, надо сказать, вырубил меня на часик примерно. То есть решал я этот первый разнобой за пятый класс примерно час. И, конечно, мне не терпится его разобрать. Но это мы сделаем уже в следующем ролике. В следующей сказке Шахерезады. То есть будет линия сказок от Саватеева с разбором Светиных задач. Так что вот всем Маткульт пока и до встречи на следующем разборе. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...